Открытый диалог с Александром Непомнящим Наша эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим Для всех поклонников Александра, к сожалению, YouTube задерживает программы, которые уже звучали в прямом эфире и должны стоять в архиве, но все программы поставлены на проверку Последние программы. Неблагонадёжный вы, Александр, неблагонадёжный Цензура Наше время это как особый знак того качества То есть того, кого блокируют неомарксисты, можно гордиться этим Я приобщился к тем людям, которые, в общем, заслуженно получают те же самые наказания Мне приятно быть в числе, это Бен Шапира или другие консерваторы Денис Преггер, кстати, там хорошие на Фейсбуке поставили хорошее письмо Бетти Голдстейн, открытое письмо Сергею Брину Она как раз ведёт речь о том страшном времени, которое ей довелось провести там 4, по-моему, недели в Советском Союзе, будучи студенткой И она, ну, то есть её правительство Израиля попросило отвезти там религиозные какие-то вещи в Советский Союз Оттуда привезти списки евреев, желающих выехать из Советского Союза И вот она с открытым письмом обращается к Сергею Брину И как раз речь ведёт о том, что Ютюб, который принадлежит, кстати, Гуглу, то бишь Брину Глушит программы Дениса Преггера, человека, журналиста, мной весьма и весьма уважаемого и почтенного Ну вот, Александр, и вы попали в эту плеяду Есть чем гордиться, с одной стороны, с другой стороны, конечно, звучит это совершенно жутко Потому что когда, ну я ещё, я был маленький, но всё-таки мы уже в 90-м году, буквально накануне того, как Советский Союз развалился Но было ощущение такое, что мы вырвались на свободу и больше никогда не столкнёмся с этим кошмаром И вот этот неомарксизм, он приполз за нами и поразил как бы самое сердце свободного мира Он поразил Америку, это пугает безумно Потому что если Америка не устоит перед неомарксизмом, то, конечно, всё остальные страны тоже не удержатся И вот, на самом деле, мы слышали, что Трамп сказал на конференции республиканской Что это выборы будут не просто одни из выборов американских Это будут выборы судьбоносные для народа Америки, на самом деле, для всего земного шара Либо Америка сумеет сохранить то, что в ней есть, те ценности И останется оплотом либерально-демократического общества в мире Либо, конечно, придут за вывеской из Байдена и вот этой его помощницы Придут люди страшные И самое ужасное ведь будет то, что когда они создадут в Америке унылый Советский Союз 1978 года То уже не будет Америки за пределами этого кошмара Из которой можно будет импортировать джинсы и Кока-Колу и свободу Потому что будет сама Америка поражена Но давайте перейдём к нашей программе Давайте поговорим о глобальных и региональных угрозах Ну да, последние передачи как-то мы больше говорили именно о том, что происходит в США И как это отражается на том, что происходит в Израиле Я хотел бы немножко на этот раз отвлечься от американских и от израильских событий И поговорить немного в этой сегодняшней передаче О нашем регионе, а точнее о новых формирующихся в нём угрозах, стабильности Причём как для Ближнего Востока, так и для Европы И в каком-то смысле имеющих глобальное значение Пока Израиль заключает мир с арабскими государствами На наших глазах Турция превращается в Уже можно сказать самого стратегически опасного хулигана и преступника на Ближнем Востоке В некотором роде становится больше угрозой в ближайшей перспективе Чем даже Иран, который в общем сегодня ослаблен американскими санкциями Но поговорим об этом по порядку Действительно, по сообщениям, последним сообщениям греческих СМИ Греческие вооружённые силы переведены в состояние повышенной боевой готовности На суше, на море и в воздухе И внимательно отслеживают турецкие передвижения в Восточном Средиземноморье Это произошло после того, как Турция в прошлом месяце возобновила разведку нефти и газа В районе, по сути дела, перекрывающем континентальный шельф Греции Греция направила военные корабли между островами Кипр и Крит И с тех пор напряжённость между Турцией и Грецией возрастает с каждым днём всё больше и больше На следующей неделе Турция вообще планирует военные учения с боевой стрельбой в восточной части Средиземноморья И всё это происходит на фоне вот этой эскалации противостояния с Грецией По поводу прав на геологическую разведку в спорных водах На самом деле, воды не спорные Согласно всем международным договорам, они греческие Просто Турция пытается оспорить эту ситуацию Сейчас мы об этом поговорим немножко подробнее В сообщении, которое выпущено военно-морским флотом США Буквально позавчера, говорится, что учения пройдут 1-2 сентября У южного побережья Средиземного моря Турции К северо-востоку от Кипра И министр обороны Турции Хулуси Аккар даже назвал эти учения Связанными с безопасностью государства Но, в свою очередь, ещё в середине августа Премьер-министр Греции Мицатакис Предупредил о возможности инцидента в восточном Средиземном море Всё-таки он дипломат, он говорил об этом очень аккуратно Греческие и турецкие военно-морские силы Развернуты в этом районе После того, как я уже сказал, Анкара отправила судно Для проведения сейсмических исследований к югу От острова Кастелерозо Кастелоризо, на самом деле Это остров, который находится очень близко к турецкому побережью Но он принадлежит Греции Ситуация, в общем-то, является Как бы осталась нам в наследие от Лозаннского договора От итогов Первой мировой войны И Турция пытается сейчас эту ситуацию оспорить И попытаться отжать у Греции острова в Игейском море Мицатакис в телеобращении, которое он сделал перед греческим обществом Сказал так Риск инцидента таится в огромном количестве военно-морских сил Собранных на ограниченной территории И ответственность будет лежать, если что-то произойдет На том, кто привел к возникновению этой ситуации Но, по сути дела, Турция сейчас почти в открытую Угрожает вторжением на греческие острова в Игейском море И все это происходит ведь уже последние два года С 18-го года А триггером к вот такой эскалации Стало недавнее египетское греческое морское соглашение О разграничении морских границ Мы об этом говорили Которое в каком-то смысле Оно было подписано 6 августа И оно остановило границы в Средиземном море между Египтом и Грецией И определило исключительно экономическую зону для прав на бурение нефти и газа этих двух стран Это был ответ на совершенно провокативные и наглые шаги Турции Когда турецкое правительство заключило договор о разграничении Средиземного моря С правительством в Триполи, в Ливии То есть это даже не правительство Ливии А это одна из группировок воюющих Ливии за власть в этой стране Которую поддерживают турки По сути дела это марионетки турок И турки с ними, то есть как бы сами с собой Одели себе на руку такую куклу И с ней подписали соглашение Разграничив разрезы восточной Средиземном море Между вот этим самым марионетки Ливийским правительством и Турцией То, что там посередине еще есть Рядом Египет и Греция, Кипр Которые вообще как бы остались неудел Их вообще никто не спрашивал Это как бы понятно, что это все была провокация Турции Которая ищет эскалации вот этого Для чего мы сейчас поговорим об этом И понятно, что большинство стран в мире Как бы сказало, что это очень странный, очень спорный договор Ну а Греция и Египет посмотрели на все это дело Как бы быстро заключили свой договор Который перечеркнул вот этот самый Марионеточный провокационный договор Турции, заключенный со своими марионетками в Ливии Ну и в ответ Турция стала Как бы захватывать или нарушать Систематические территориальные воды Создавать инциденты с нарушением В территориальных водах Греции Причем продолжает это в общем Как бы сначала надо дело в отношении Кипра Но последние месяцы стала сделать то же самое в отношении Греции Еще в мае на самом деле Министр иностранных дел Египта, Франции, Кипра, Греции и Объединенных Арабских Эмиратов Выступили с совместным заявлением, которое осуждало Вот эту продолжающуюся незаконную деятельность Турции В исключительно экономической зоне Кипра Тогда еще был только Кипр под ударом И действия Турции в территориальных водах этой страны Поскольку это представляло явное нарушение международного права Отраженного в Конвенции Организации Объединенных Наций А затем Европейский Союз тоже объявил, что он осуждает эскалацию нарушений Которые Турция допускает Причем не только в водном пространстве, но и в воздушном пространстве Когда турецкие самолеты, по сути дела, пролетают над населенными районами греческих островов Но все эти осуждения, разумеется, были просто словами И турок они не остановили И вот заявление, например, греков Только в начале августа в течение одного дня 8 турецких самолетов совершили в общей сложности 33 нарушения Национального воздушного пространства Греции Ну а после того, как Греция и Египет заключили свой договор О разделении исключительных экономических зон в Восточном Средиземноморье Турки, радуясь тому, что их провокация удалась То есть сначала с первым ходом, когда они сделали это с ливийцами Они тут же направили свое исследовательское судно Для разведки потенциальных запасов нефти и газа На континентальном шерсте, который принадлежит Греции Потому что она находится вокруг греческих островов И после этой сделки Турция объявила, что продлит исследовательскую миссию Своего корабля И выслала военно-морские суда, которые сопровождают этот корабль Теперь курсирующий между островами греческими Критами и Кипр Кипр — это отдельное государство, но его вообще как бы не спрашивают Потому что Турки, как мы знаем, оккупируют почти половину этого государства И уже почти в 70-х годах То есть совершенно безнаказанно в протяжении многих десятилетий Ну Греция, что остается делать? Греция привела свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности Направила свои военные корабли к островам Крит и Кипр Потребовала турок убраться И более того, Греция запланировала военно-морские учения у берегов Крита А в среду Франция заявила, что присоединиться к этим учениям Отместе с ними Италия и Кипр сам, разумеется И еще огненный Арабский Эмират И вот такая забавная компания набирается Которая тоже отправила истребителей А-16 для совместных с Грецией учений Все это, разумеется, показывает Эрдогану Что ты не можешь безнаказанно хулиганить в восточном Средиземноморье И думать, что раз ты сильнее Греции и Кипра То тебе все сойдет с рук То есть Франция и Италия пока делают это очень лениво Объединенные Арабские Эмираты действуют все более решительно Хотя это как бы вообще их не касается Но на самом деле это их касается Потому что, по сути дела, Объединенные Арабские Эмираты Сегодня это ведущая суннитская страна Противостоящая братьям мусульманам Мы об этом чуть позже поговорим А Турция, в свою очередь, это фактически главный бастион братьев мусульман Но, несмотря на то, что Греция объявила о проведении учений Турки тоже объявили о проведении военно-морских учений И они продолжают бросать вызов Греции Более того, Эрдоган заявил, что они Он имел в виду Грецию и западные страны Натравили на нас все террористические организации Но мы ответим на эти нападения на том языке, который они понимают И проведем наши операции, как мы проводили их в Северном Ираке, Сирии, Ливии, Восточном Средиземноморье Мы также дадим ответ с этим судном Которое сейчас бороздит просторы греческих Исключительных экономических морских зон И, более того, Эрдоган заявил так Никакая колониальная держава Не может лишить нашу страну богатых нефтяных ресурсов Которые, по оценкам, существуют в этом регионе Вообще, этот новояс с обвинением Греции, например, колониальной державой Это прелестно совершенно Это вот любимые не марксистами Всеми этими БЛМ и прочими анархистами и бандитами Типа, вы, белая привилегия Вы виноваты только тем, что вы вообще белые И поэтому вы привилегированы, а значит, вы виноваты И Эрдоган очень четко понимает, на каком языке нужно ему сейчас говорить Он говорит, вот вы все колониальные державы И поэтому мы имеем право сейчас вас вот так вот Нарушать все международные законодательства Понимая, что он получит поддержку от не марксистов От БЛМ, от демократов американских и так далее Но, на самом деле, если мы втюмаемся в ситуацию То колониальной державой, оккупирующей чужую территорию Является именно Турция И мы даже говорим не о тех областях В которые Турция вторгалась и оккупировала И в Сирии и Ираке в последние годы Вот Северный Кипр с 1974 года Турецкое правительство не признает республику Кипр, греческую, вообще как государство И претендует на 44% ее исключительно экономической зоны морской Считает, объявляет, что это вообще ее собственность турецкая А другую значительную часть этой зоны, оставшиеся 66% Вообще говорят, что это принадлежит Турецкой республике Северного Кипра Которая, по сути дела, является не независимым государством А территория, оккупированная турками И признана она только самими турками Но это, кстати, к слову Это бревно в глазу Эрдогана Все вот эти области в Сирии, в Ираке И на Кипре, которые он оккупирует И захватил, по сути дела, у соседних государств Не мешает регулярно обвинять Эрдогану Израиль в оккупации Иудеи и Самари Просто каждый раз, когда мы слышим, как там Эрдоган Разоряется по поводу израильских оккупантов Можно вспомнить, что, в общем, Турция Очень любит видеть царинки в чужих глазах Не замечая огромного бревна в собственном глазу Но теперь мы видим, что в отношении Греции и Кипра Турция явно перешла в атаку Она демонстрирует готовность использовать военную силу Чтобы навязать свою гегемонию Вот, по сути дела, это почти два десятилетия Под руководством Эрдогана Турция разрабатывает стратегию По доминированию над большими морскими зонами Стратегия эта, на самом деле, имеет вполне конкретное название Называется она «Голубая Родина» И она охватывает территорию от Черного моря Через Эгейское море в сторону морских зон Ливии, Египта, Израиля и Сирии Турция считает, что Кипр и Греция должны добровольно Подчиниться параметрам вот этой самой доктрины «Голубой Родины» А в тропоративном случае Эти страны будут вынуждены столкнуться С последствиями военной мощи, которую Турция накопила Иными словами, нарастающая агрессия против Греции и Кипра Являются для Турции частью стратегической доктрины Нужно очень хорошо понимать Это не просто ему ударило моча в голову Этому диктатору Это четко построенная доктрина Точно так же, как у Гитлера в свое время была В начале 2010-х годов Турция приступила к незаконной программе Сейсмических исследований морских зонах Кипра При поддержке значительных авиационных сил А в мае 2019-го года Турция запустила программу морского бурения В исключительно экономической зоне Кипра И на данный момент она в общей сложности провела уже семь учений По крайней мере, одно из них прямо в территориальных водах Кипра А другие заходили на эту территорию И фактически расширили Турция расширила свою военную оккупацию Острова не только уже на суши Но и морскую зону этого государства И все это остается без ответа За исключением некоторых вялых заявлений Отдельных государств То есть Греция, Кипр возмущаются Турция просто их не слышит, не замечает И символические станции со стороны ЕС Которые до сих пор стремятся умиротворить турецкие аппетиты Но все точно так же, как это было в свое время Когда Гитлер угрожал, захватывал А европейские буржуазные правительства Как их называли в Советском Союзе Буржуазные правительства Они пытались умиротворить Гитлера Надеясь, что он успокоится И их не тронет Или тронет их потом И вот сейчас та же самая политика Агрессии против Кипра Которую проводила Турция в прошлом Сейчас перешла уже и на Грецию тоже И цель этой политики состоит в том Чтобы установить легемонию над морскими зонами Принадлежащими Греции И на те области, на которые Греция как бы претендует То есть, по сути дела, идет наступление очень широким фронтом И то, что Греция непосредственно является греческим И то, что Греция считает своим Все это турки у них отжимают Самым как бы явным образом При этом Турция, конечно, накопила огромную военную мощь И у нее есть средства, чтобы бросить вызов Вот этим двум своим соседкам Эллинистическим И она пытается пересмотреть Где свое геополитическое положение Которое было создано Вот еще Заложено было еще Вот по итогам Первой мировой войны И, в общем-то Сформировано теми разграничениями морских зон Которые произошли между остальными странами Между Кипром, Египтом, Ливаном и Израилем Вот И вот теперь В рамках вот этой самой доктрины Голубой Родины Уже на прицеле у Анкары Оказался не только Кипр, но и вся Греция Все это, конечно, часть стратегии Пересмотра Лозанских соглашений И это еще более Часть еще более широкой стратегии По расширению вообще влияния Турции На Ближнем Востоке И в Персидском заливе И в Африку То есть Турция сейчас себя видит Не просто гегемоном Восточного Средиземноморья Но и Как бы с выходом на Персидский залив И с выходом в Африку И цель ее состоит В том, чтобы навязать Своё геополитическое господство Всем странам, окружающим Эту страну И Параллельно В том же и в той же мере Эта Вот эта политика внешняя Является продолжением Исламистской внутренней политики Турция авторитарная страна Которая все больше и больше Формирует Ультра-националистические Исламские силы По сути дела Эрдоган и его команда Они вдохновлены Исламской революцией 79-го года в Иране Ведь партия Справедливости и развития Которую возглавляет Эрдоган Это по сути дела Те же братья мусульмане Тот же политический ислам Как в Иране Только Иран это шииты А здесь суниты И точно так же Как в Иране Они хотят создать государство Которое полностью управляется Законами шариат И Если в Иране Мы помним Это произошло В ходе революции То здесь такая ползучая революция Когда постепенно Светскую Турцию Превращается Больше и больше В религиозное государство Построено По тем идеалам Как себе Братья мусульмане И его представляют И не случайно Турция во всем мире Поддерживает И исламизм И джихадизм В том числе ИГИЛ Хамаз Бока-Харам Аль-Каиду Ну и естественно Иранский режим Который как бы является Таким соседом Вроде как и соперником Но в то же время Скорее союзником Чем врагом И поэтому Нужно очень четко понимать Что Турция сегодня Гораздо более сильная Чем Иран Не прижатая санкциями В отличие от Ирана Она является одной Из самых антиамериканских И антиевропейских Стран в мире И действует Как активный двигатель Религиозного Исламского радикализма На международном уровне То есть мы привыкли думать Что именно Иран поддерживает Международный Исламский террор Но на самом деле Все больше и больше На эту роль Претендует Турция Которая как бы Остается в тени Но тем не менее Именно она Кормит сегодня Братьев-мусульман Во всех их Огромных проявлениях В том числе Вот таких Уже совсем фанатичных Ответвлениях Как ИГИЛ Бока Харам Ну естественно Хамас Вот И та же Эль-Каида Можно назвать Несколько основных причин Вот такое поведение Турции Агрессии В отношении Греции И вообще общего Ура-патриотического Нарратива Эрдогана Восточно-Средневном море Во-первых Речь идет О амбициозном Желании Эрдогана Возглавить Исламский мир Этот проект Направлен на реализацию Его вот Собственных Личных амбиции Осуществления Регионального превосходства Для захвата Политического Лидерства Лидерства Во всем Мусульманском мире Которое было бы Узаконено Титулом Преемника Славной истории Османской империи Турция Как неоднократно Заявлял уже Эрдоган Является продолжением Османской империи И отсюда Как бы следует Что ее лидер То есть Эрдоган Он по сути дела Аналогичен халифу То есть главе Мусульманского мира И не случайно Часто заявления Эрдогана Очень созвучны Очень похожи На те заявления Которые делают Лидеры исламского государства Но когда они это говорят Это как бы кажется Таким они фанатики Радикалы Они нелепы Смешны Когда это говорит Глава огромного И достаточно сильного государства Кстати входящего в НАТО Это звучит Совершенно по-другому Это с одной стороны То есть с одной стороны Эрдоган Мнит себя халифом И будущим Главой Османской империи Фактически лидером Мусульманского мира И для этого ему нужна Доктрина гегемонии Не только уже Как бы в окрестностях Но вплоть до Африки И до Центральной Азии Но параллельно Есть еще один момент Популярность Эрдогана И его партии На самом деле В последний год Упала до самого низкого уровня Сначала вообще Вот всего автократического правления Которое уходит уже Достаточно далеко В историю Это естественно Результат Вот этого систематического Подавления демократии Все-таки Турция была Демократическим государством Худа бедно Но демократическим Особенно вот последние годы Перед захватом власти Партии исламской Вот этой самой Эрдогана Партии справедливости и развития Параллельно с подавлением И отжиманием Как бы уничтожением Демократических институтов И тут еще и другие Сопутствуют этому явлению Это кумовство Напатизм Когда Эрдоган Раздает ведущие должности В государстве Своим приближенным Просто родственникам И колоссальная коррупция Которая захлестнула Турцию Не то, что Турция Была чиста от коррупции До этого Но то, что происходит Там сейчас Становится Просто уже невыносимо Даже для турок Которые всегда считались Как бы Таким Эталонной Коррупцией Для всего По крайней мере на Западе Именно они были известны В своей коррупции И в итоге Конечно Экономика Чудес не бывает Когда напатизм И коррупция И отсутствие демократии Экономика Приходит в ужасное положение И Вот все эти Последние Недавние шаги Например Превращение Собора Святой Софии В мечеть И вся эта дипломатия Канонерок В Восточном Срединноморье И все эти Регулярные Словесные атаки На тиранические Евросоюзы И тиранический Израиль Они необходимы для того Чтобы перенаправить Возмущение жителей страны В другие места Подальше от страданий Которые причиняют Эрдоган Своему собственному народу Иными словами Яростный патриотизм Вот этот Весь этот пропагандистский Нарратив Режима Эрдогана По сути является Переводом стрелок Авторитарный правитель Ведь как правит Он правит с помощью Хлеба и зрелищ И когда хлеба не хватает То нужно срочно Создать людям зрелищ И вот это то Что сейчас Эрдоган Производит Создавая По всей По всем границам Турции Кругом враги Бьет в набат Все на войну Потому что нас бьет Ну и есть еще Третий момент Чисто прагматический Добиться уступок Агрессии В турецкой агрессии Против Греции На самом деле Нет ничего нового В последние годы Было совершено множество Как я уже сказал Нарушений воздушного И морского пространства Просто сейчас Турция все это переводит На новый уровень И конечно Как бы вместе с этим Спиральное напряжение Турция проверяет Грецию В прямом и в переносном смысле Насколько Греция Будет податливо Когда Эрдоган Откажется Как бы от силы И скажет Ну хорошо Давайте разговариваем То есть Эрдоган Хочет прийти К переговорам С Грецией О пересмотре Вот этих самых Лазанских соглашений И морских границ Когда Греция Уже запугана И она понимает Что либо она согласится На то что ей предлагают Либо их Просто будет война Но Греция Заявляет Что не пойдет Спокойно На вот эти вот Самые условия И несмотря на то Что Турция Постоянно Как бы наращивает Эту самую агрессию Говорит Что не поддастся И готова Начать переговоры Но как бы Без каких-то Предварительных условий А Турция Стремится Используя Политику Кнута и пяника Вынудить Грецию Уступить требования И здесь надо понимать Что у Эрдогана Есть очень сильный союзник Эрдоган ожидает Что его помощником Как бы В усмирении В сгибании Греции Станет Канцлер Германии Ангела Меркель В каком-то смысле Лучший союзник И даже сообщник Эрдогана И именно Меркель Заставит Грецию Вступить в переговоры Мы уже слышали На этой неделе Заявление Министра иностранных дел Германии Который тоже Как обычно Точно так же Как они с Израилем Бубнил-бубнил-бубнил Сказал Ну нельзя же Как бы Довести до военного конфликта Греция должна понять Что ситуация такова Что нужно договариваться То есть Как бы Мол типа Мы европейцы Мы за вас Греков вписываться не будем Давайте Вступайте туркам Иначе вам же хуже будет И вот Министр страны Белгермании Встретился Со своими коллегами В Турции и Греции Якобы пытаясь Разредить кризис А по сути дела Надавливая на Грецию Чтобы те пошли на уступки Ну Нужно понимать На самом деле И в западном мире Нужно очень четко понимать Что Как бы Мысли о том Что Можно Сделать Турцию Ориентированной на запад Нужно забыть Эти мысли Их больше не существует И нужно перестать Потворствовать Эх догаду Ситуация очень похожа На ситуацию С гитлеровской Германией Тогда тоже Мы помним Были Политики Ведущие европейских стран Которые говорили Ну мы его сейчас умиротворим Ну хорошо Ну вот Австрия Ну Чехловакия Ну может быть Еще там какая-нибудь Еще какая-то страна В Европе Но потом-то он успокоится Мы с ним договоримся Он ведь В общем-то Они же немцы Хорошие люди Вот И точно так же сейчас Ну хорошо Пусть Греция Отдаст эти островки И Турция успокоится И все будет хорошо Турция снова Как бы станет частью Нашего западного пространства Она же не будет Вести себя Как людоеда сумасшедшая Так вот Конечно же будет И это нужно Очень четко понимать Но пока что европейцы И часть американского Военно-дипломатического Эстетичмента Отворствуют Вот этой самой Аппетитом Эрдогана И тем самым Как бы провоцирующего На большую-большую эскалацию Надо сказать Что все-таки Подавляющее Большинство европейских Американских лидеров Со всех сторон Включая разведывательное Сообщество в Пентагоне Признают реальность Туретской угрозы Но Некоторые лидеры ЕС В том числе Довольно большой корпус дипломатов В том числе Американских И должностных лиц Продолжают Как бы пытаться Рационализировать Поведение Турции Вот точно Включая Чемберлена В отношении Гитлера И понятно Что это все-таки Увеличивает аппетиты Турции С одной стороны А с другой стороны Конечно Показывает России и Ирану Как нужно себя вести Как нужно добиваться От Запада уступок И вот это намеренное Закрывание глаз На нарушение Международного закона Турции Конечно Побуждает только Еще больше Эрдогана Усиливать Свою политику Запугивания И давления на Грецию Поэтому Совершенно понятно Что нужно Воспринимать Риторику Антивазанскую И неосманскую Эрдогана Очень серьезно Точно так же Как нужно было Воспринимать серьезно Риторику Гитлера Не говорить Что это он просто Говорит-говорит Но ничего такого Не сделает Мы знаем Что он именно Это Рак и сделал И точно так же Нужно понимать Что Эрдоган Пойдет на все То что он сейчас обещает Новая Османская империя Захват властей соседних Расширение своего пространства И так далее И так далее Это все будет Если его не остановить И начинать нужно Его останавливать На самом деле Госдепартамент США Уже выступил Недавно с заявлением Относительно Деятельности Турции В регионе И как бы Это было Достаточно строгое заявление Но все-таки Одних разговоров Сейчас уже недостаточно И Европа и США Должны серьезно Как бы настроиться На то что придется Останавливать Агрессию Турции Пока еще можно Без военного вмешательства То есть пока что Европа продолжает Кормить Эрдогана Деньгами Он вроде как Создает видимость Соблюдения демократии Вроде как он не диктатор А глава правительства Президент Турции У него там вроде как Международное право Соблюдается Права человека Мы понимаем Что все это блец Там ничего уже давно Не соблюдается Это диктатура В полном смысле Этого слова И Эрдоган смеется Над всеми этими ЕС И НАТО И в том числе и США Потому что он понимает Что он может делать Все что угодно Ему пока все Сходит с рук И нужно начинать с санкций Точно так же как с Ирана Европейский союз Сейчас готовит санкции Против Турции Пока что это выглядит Как мы внесем В наш санкционный список Вот этого Петю И вот этого Васи И турки конечно Сбесело посмеются Потому что это Петя и Вася Это два чиновника Которых завтра Эрдоган снимет Назначат других чиновников И этот санкционный список Вообще ничего не значит Двух чиновников Не пустят в Европу Бигди А мы помним Что в свое время Трамп сумел Очень быстро остановить Эрдогана Когда нужно было Вытащить пастора Помните Был пастор Которого Эрдоган Проверяя Трампа На вшивость Начал В Турции арестовал И начал прессовать И обещал Что ему так сказать Его посадят на долгие годы За миссионерскую деятельность За то что пастор В своей церкви Как бы службу служил И Трамп с ним встретился Или по телефону Что-то такое сказал Сделал некое заявление Экономика Турции Сразу пошла в пике Вниз Лира полетела Кувырком вниз Турки отпустили пастора И все вроде как успокоилось Так вот пришло время Заняться этой ситуацией Как можно более серьезно Понятно что сейчас Трампу не до этого Хватает проблем Ноябрь впереди Но нужно понимать Что в общем Турки Турция сегодня Турция Эрдогана Это нацистская Германия Конец Второй половины Тридцатых годов И до войны Остается Может быть Очень Гораздо меньше Даже чем мы можем себе представить И это еще Одна причина Почему Необходимо Просто подумать о том Чтобы Именно Трамп Возглавил Американскую администрацию После ноября Я понимаю что мы сильно Зашли за время Давайте сделаем перерыв И продолжим Давайте Открытый диалог Диалог С Александром Непомнящим Возвращаемся в программу Александра Непомнящего Телефон в студии 847-400-5200 Давайте попробуем Принять звонок А потом перейдем К следующей теме Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Ну естественно Я как всегда С вами полностью согласна Но вот у меня вопрос такой Турция член НАТО Это плюс или минус Для того чтобы как-то Все таки воздействовать на нее И что может быть Если она нападет на Грецию Как будут вести себя Ну Соединенные Штаты И вообще западные страны И НАТО в частности Спасибо Я не могу отвечать за западные страны И США в частности Но в 74 году Турция оккупировала Кипр И продолжает оккупацию до сих пор Это не мешает ей быть членом НАТО И блокировать вступление в НАТО Кипра Поэтому При том что вообще-то Есть параграф о том Что страны Которые находятся в конфликте Не могут быть части И так далее То есть Все эти разговоры Договоры Это все фильки на грамоте И они стоят ровно ту бумагу На которой они написаны Не более того Когда Турция захочет напасть на Грецию Она на нее нападет И европейские страны Будут скулить в стороне И говорить, что так некрасиво делать И Турция будет Плевать на их скуление Единственное, кто может остановить Турцию Нового Гитлера Это Трамп Но ему сейчас Ему некогда Посмотрим, что будет после нынешнего Добрый день Добрый день, пожалуйста Вы эфир Алло, здравствуйте В проигрышной войне Со стороны Советского Союза И арабских стран Войне судного дня Когда Египет Потерял Синаевский полуостров Вследствие чего Арабы и Советский Союз Ввергли Весь мир За энергетический кризис С 73-го года Вот И после чего Мне кажется Как вы думаете Вот Послужу ли это Толчком Того, что Европа полностью Отвернулась От Израиля И вот На сегодняшний день Наш Возможно Будущий президент Кобыла Харрис Желает Запретить Добычу Сланцевой нефти И газа Что Безусловно Послужит Удачей Для вашей Страны И России И Ирана И других Нефтедобывающих Стран Спасибо Ну Моя страна Не Россия Моя страна Израиль Поэтому Вопрос у вас Очень умный И очень сложный По поводу Кобылы Харрис Как вы ее назвали Она Флюгер То есть Если Байден Просто синильные Не приходящее В сознание Существо То она Флюгер И она будет делать То, что Скажет ей Партийный аппарат А партийный аппарат Там Такой, что Сандерс Среди них Самый большой капиталист Поэтому Конечно То, что вы сказали Что она будет Это делать Она будет бороться С добычей Энергоресурсов Американских Это самое малое Из гадостей Которые они сделают Они могут изменить Конституцию Америки Так, чтобы больше никогда Республиканцы Вообще здравомыслящие люди Не могли прийти к власти То есть Все гораздо хуже Что касается Европы Стала ли Европа Такой гнусной И подлой Вот после Кризиса Энергетического И да, и нет С одной стороны Безусловно Это было Важным триггером С другой стороны Гниение Там началось Именно с не марксистов С франклургской школы С тех людей Которые начали Разрушать Западный Либерально-демократическое Общество И в Европе А затем И в Америке И Как бы Укрепление позиций Террористов Арабств И Советского Союза И все это Вот как бы Всех этих Злодеев и врагов Либерально-демократического Общества Шло медленно По Тихой сапой И Предательство Израиля После 73-го года Было только Как бы Индикатором А не причиной Все гораздо было глубже И мы сейчас видим Как этот гнойник Он прорвало И вот Затопил уже гноем Европу И Боюсь Может затопить И Америку тоже Если Американцы не Сделают Правильный Героический Мужественный Выбор Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Уважаемый Александр Как вы считаете Можно ли Исключить Турцию Из НАТО Я понимаю Что этого Никогда не было Но все-таки Что-то бывает Первый раз И поможет ли Это Решить Проблему Борьбы С ней Исключение Из НАТО Возможно В наше время Как мы знаем Все возможно Но для этого Требуется Конечно Очень мощная И очень сильная Позиция Трампа То есть Именно Трамп Должен быть Американским Президентом И он должен Серьезно заняться Этой проблемой Он должен Объявить Турцию Изгоем Точно так же Как это было Сделано с Ираном Он должен Объявить Санкции Против Турции Как против Ирана И по пунктам Вот за все эти Нарушения Международного права И начать Выдавливать их И эвакуировать Базу Инжерлик Которая сейчас Американская Военная база База НАТО Находящаяся В Турции Которая является Очень важной Для ближневосточной Политики Американской То есть Это можно Но это очень сложно И разумеется Только при условии Что будет Трамп У него будет Конгресс Будет вместе с ним И у него будет Достаточно Времени Сил И возможностей Чтобы проводить Политику защиты Либерально-либократического Общества в мире Давайте теперь Перейдем к Китаю И Стремление Китая Подмять под себя Страны Третьего мира Да Это как бы Продолжение Той же самой Нашей темы Точно так же Как вот Турция Постепенно Все больше и больше Превращается В такое вот Классическое Нацистское государство Китайцы В последние Десятилетия Продвигают Так называемый Проект БА-Би-Эр-Ай Би-Эр-Ай Это аббревиатура На английском языке А в переводе С китайского На русский Это звучит как Один пояс И один путь Но если кому-то Послышалось Один пояс Один путь Козвучно Вот с одним народом Одним рейхом И одним фюрером То да Это именно так Потому что Как бы в том и в другом случае Мы говорим о левой Тоталитарной диктатуре Которая пытается Поднять под себя Точно так же Как действовал Вай-Айн-фюрер Точно так же Действует и Китайская коммунистическая партия И за ней стоит Вся мощь экономическая Китай То есть сначала Этот Один путь И один пояс Он позиционировался Как постановление Древнего Сухопутного торгового пути Шелкового пути Который соединял Китай с Европой Этот новый шелковый путь Должен был проходить Через обширные степи Центральной Азии И должен был стать Таким экономическим благом Для всех стран Находящихся По ходу Этого самого Пояса и пути Но за сухопутным Проектом Сразу быстро последовала Его морская версия Предположительно Для соединения Китайских портов Южно-Китайского моря С морскими портами В Индийском океане И продолжая Путь к государству Ближнего Востока И в конечном итоге Достигая Европейских портов Все это Должно было Как бы Касалось Изначально Только стран Которые лежали на маршруте Но теперь мы уже видим Что главные магистрали Имеют глобальные масштабы И простираются До Джибути То есть Стратегического морского Прохода Между Африкой и Аравией И Эквадора Здесь находятся третьи По величине Запаса нефти В Южной Америке И надо понимать Что экономические выгоды Обещанные китайцами От этих всех сделок Для стран Бедного Третьего мира В Африке и Латинской Америке Они крайне сомнительны Потому что эти двусторонние пакеты Как бы Которые были созданы Для того чтобы Вроде как Помочь Развивающимся странам На самом деле Порабощают эти страны И превращают их В зависимые придатки Китая И они Очень Как бы Весь этот план Он намеренно Приносит пользу Китаем Китаю Либо стимулированием Огромного роста торговли В этих странах Странах третьего мира Которые фактически Продают бусы И там Какие-то Так сказать Украшения За реальную Землю За реальную недвижимость Либо Вгоняют эти страны В долги Которые уже Не могут быть возвращены И тогда Китай присваивает Себе любые активы В этих странах Которые хочет Вот Фактически Китай Как крупнейший в мире Импортер нефти Теперь может Диверсифицировать Свои источники нефти В результате Вот этих самых Двусторонних Сделок И кроме этого Конечно Китай надеется Получить политические выгоды С помощью соглашений Связанных С БРА С одним поясом Одним путем Страны Участвующие В китайской программе В целом Дружесные к США И их союзникам Уже начинают Уклоняться От поддержки Интересов Национальной безопасности Запада Из опасений Потерять Эти крупные Китайские инвестиции В свою местную экономику Но опять же Коррупция Подкуп чиновников Страны третьего мира Как вы понимаете Это делается очень просто И уже есть свидетельство Того Что страны Участницы Вот этого самого проекта Они игнорируют Критику Плохой репутации Китая в области Прав человека В том числе Когда мы говорим Об нарчистных Исламских странах Оказавшихся Внутри этого пояса Они хранят Молчане По поводу Почти геноцида Который Китай проводит В отношении Миллионов Мусульман Уйгуров В северо-западной Провинции Китайской Синьцзян И более того Некоторые мусульманские Государства Даже открыто хвалят Внутреннюю политику Китая В отношении В стране Или в Америке Обидели Какого-нибудь Несчастного мусульманина Весь мусульманский мир Там вы помните Выходит на Рвет и мечет Бросается на Посольство Сжигает флаги А здесь Реальный геноцид Невыдуманный Геноцид уйгуров И мусульманские правительства Мусульманские страны Поддерживают Китай И даже хвалят его За эту разумную Как они говорят Политику И более того Ни одно из этих Мусульманских государств Не проголосовало За осуждение Геноцида уйгуров В резолюции ООН Которая была подана Западными странами Более того Китайские программы Вот этой самой Проекта Биэрай Они Им не хватает Прозрачности И контракты Иногда служат Грабительским интересам Китая Которые вообще Не обращают внимание На местные проблемы То есть они ведут себя Как колонисты Европейские колонисты Но где-нибудь Помню В 16 или 17 веке Вот например Шри-Ланка Они не выполнили Свои долговые обязательства Перед Китаем И вынуждены были Отдать порт Хамбантон Хамбатот Называется Пекин А Венесуэла Давно уже поставляет Китаю нефть Вместо валюты своей Которая никому не нужна Эта валюта На вес идет Бумаги Китай берет нефть А вот Эквадор Который уже сейчас Экспортирует Больше 90% Своей нефти в Китай И по ценам Судя по всему Гораздо ниже Чем ценам Мировым ценам Это только одна проблема Вторая часть проблемы В том что Эквадор У Эквадора Суверенная морская Экономическая зона Она приходится На Галапагорские острова Знаменитые Где совершенно потрясающая Флора и фауна Так вот Все это сейчас Пожирается Китайскими рыболов Веческими Судами Которые Как вот Тут свидетельство Одного капитана Эквадорского Который попросил Не называть его имени В статье Из которой я брал Этот материал Говорит Они тут просто все сжирают Как саранча И Эквадор не вмешивается Власти Эквадора Полностью порабощены Китаем Ну и соответственно Другие страны Тоже ничего не могут сделать При этом Конечно же Китай поддерживает Контракты Со всякими Авторитарными Режимами Инвестирует В Зимбабве В Лаос В Венесуэлу Поддерживая Существование Тех самых Авторитарных Зловещих режимов И Параллельно Конечно Распространяет Свои технологии По распознаванию Лиц Например Все что связано С подавлением Состоит С жестким контролем То есть Такие страны Как Боливия Венесуэла И тот же Эквадор Они становятся странами Куда экспортируется Система Тотального контроля Над людьми И соответственно Подавление Прав Человек И параллельно С этим Экономические выгоды Для самих стран Они очень сомнительны Как я уже сказал Например Вот Китай построил Жизнодорожную линию В Кении От столицы Найроби До главного порта Мамбаса Вроде как Хорошая вещь Но получается Что по сути дела Пользуются ей И только китайцы Для того чтобы Ввозить свои товары И вывозить ресурсы Этой самой страны И точно так же Проект в Уганде И столицы Уганды Кампалы Международный аэропорт Страны Вентебе Тоже вроде как Очень доростующий проект В стране он обошелся Очень дорого Теперь пользуются Им только китайцы И только для своих Как бы для своего трафика А местному населению По сути дела Ничего с этого не перепало Это при том Что когда например Китайцы что-то строят То они называют Это китайскими особенностями Они строят Своими рабочими Их рабочие приезжают Как бы создают Свой рабочий городок Не учат местное население Ничему Не общаются даже С местным населением Никак Потом они уезжают Местные как были Дикарями и варварами Так и остаются То есть по большому счету То что европейцы Делали скажем 300-400 лет назад И то Чего они отказались Сейчас им выставляют Эти счета Это безумные Смешные счета Типа европейцы Виноваты в том Что было 400 лет назад Было Но с тех пор европейцы Стали вести себя Совершенно по-другому Китай это делает Сейчас все Еще даже в худшем Варианте И все это Ему сходит с рук Потому что опять же Этим нужно Серьезно заниматься Экономическую войну С Китаем Посмел начать только Трамп Мы видим Сколько Китай Вместе с Ираном Вкладывает сил Для того чтобы Трампа Сейчас сместить Убрать И опять же Все возвращается К одному И тому же Ноябрьские выборы На которых решается Судьба И того Что будет дальше С Америкой Будет ли она Станется ли она Демократическим государством Станет унылым социализмом Времен Советского Союза 78-го года И на самом деле То что будет в мире Тоже И в Израиле И во всем мире Захватят ли его Такие страны Как Турция Иран И Китай Или все таки Запад умеет Им предоставить Александр Огромное спасибо К сожалению Времени больше не осталось Не на то Чтобы принять вопрос Не на то Чтобы на него ответить Давайте уже тогда Невозможно обойти И нам нужно было говорить Ничего Мы продолжим Через неделю И у нас будет возможность Принять звонки И ответить на вопросы Спасибо Всего доброго Спасибо